О спорте. В России пейнтбол считается 26-м техническим видом спорта в системе Российской оборонно-спортивно-технической организации, бывшей ДСАФ. Несколько лет назад он был включен в программу соревнований спартакиады поселений Ленинского района. В минувшие выходные на базе клуба «Бастион» состоялся турнир по пейнтболу, участниками которого стали команды пяти поселений, рассказывает Татьяна Акимова. Итак, дорогие участники, сейчас мы проведем жеребьевку. Ехать делим, кто с кем будет играть. Пожалуйста, тянем. Ваня, бери. После жеребьевки обязательно инструктаж по технике безопасности. Самое главное – снимать маску на поле боевых действий нельзя ни в коем случае. Маска защищает и глаза, и зубы, и уши, и мягкие троллица. Также есть правило, что жентльменское правило называется. Если сзади подходите ближе к 2-5 метров, то не стреляем ни в коем случае, потому что вплоть до того, что шрамы остаются. Соблюдая определенные правила, играть в пейнтбол можно без возрастных и других ограничений. Спортивная игра с военным уклоном отлично развивает командный дух, внимание, тактические способности и гарантирует прилив адреналина, хорошего настроения, выброс энергии. А потому пейнтбол набирает все большую популярность. Мы часто собираемся, играем, дни рождения, просто так собираемся. Это весело, как досуг, очень приятно, интересно и физически тоже в форме держится. Одно дело – развлекаться, совсем другое – состязаться. Здесь нужен серьезный подход. Спортсмены из Видного стараются как минимум раз в месяц проводить тренировки и изучают тактику профи. Мы смотрим прямые трансляции с чемпионата мира по пейнтболу, смотрим, как они играют. Там, конечно, немножко другая тактика, там спортивный пейнтбол. Но в общем и целом смотрим, как ребята двигаются, какие-то там нюансы игровые, пытаемся все это дело воплотить уже в свою игру. Турнирные бои в рамках спартакиады проводятся по облегченным правилам. Выбить противника можно только если попасть в корпус. Попадание в оружие не засчитывается. В среднем каждый бой идет около трех-пяти минут. Одни держались до конца, другим везло меньше. Я даже не ожидал, что он так вылетит резко. Близко было и очень больно. Куда попали? Сюда и в руку. Мелкие неприятности никого не останавливают. Настолько увлекательна игра. Очень интересны и версии появления пейнтбола. По одной из них американские фермеры в конце прошлого века придумали использовать пистолеты для пометки скота в шуточной перестрелке. Помимо этого применялось лесорубами, для того, чтобы метить деревья, которые нужно срубить, которые нужно оставить и так далее. Когда-то в один из моментов они просто дурачились и решили друг другу пострелять. Какая версия достовернее, сказать сложно. Но так или иначе на свет появился сегодняшний пейнтбол. А в дружеской перестрелке команд поселений района самыми меткими стали видновчане, ещё раз доказав, что стремление к победе, подкреплённое тренировками, всегда приносит результат.